Если пройти в восьмиугольный двор Михайловского замка в Петербурге и зайти за статую императора Павла, то на спинке его трона можно увидеть огромный мальтийский крест. Символ неожиданный только для тех, кто подзабыл страницы русской истории. Русский царь, правнук Петра Великого, был великим магистром старейшего в мире рыцарского ордена. И хотя планам Павла по присоединению Мальты к Российской империи не суждено было сбыться, эхо тех событий слышно до сих пор. На маленьком, но очень знаменитом, очень заметном острове, Средиземном море, начинается бейнале современного искусства. В мировом календаре культуры это событие выделяется тем, что к словам «современное» и «искусство» добавлен эпитет «христианское». Несколько российских художников принимает в нем участие. Бейнале продлится до конца января. Времени достаточно для того, чтобы опрокинуть представление о бездуховности contemporary art. Впрочем, организаторы утверждают, что даже для атеистов и для агностиков посещение форума будет душеполезным. Есть подтверждение тому и у нашего корреспондента Станислава Даре. Медина – историческая столица Мальты. Древнейшее поселение около 4 тысяч лет. Сегодня это город-музей. Сами мальтийцы называют Мдину молчаливым городом. Время здесь будто остановилось. Согласно поверьям, в Мдине бывал апостол Павел, который и принес на остров учения Христа. Поэтому именно в этом городе и было решено проводить бейнале христоцентричного искусства. Официально бейнале существует с 92-го года, но только в этом она приобрела международный статус. Изменилось структурно, стало масштабнее. И впервые современное искусство представляется не только в местном музее, но и здесь, в главном кафедральном соборе Мдине. Не бывал рискованный шаг для католической Мальты. Собор святого Павла был построен в первые годы 18 века на месте разрушенного после землетрясения Нормандского собора. Считается, что именно на этой территории первый епископ Мальты встречал апостола Павла. Этот собор для мальтийцев – одна из главных святынь. Куратор Джузеппе Шембри Боначчи, который, кстати, пять лет прожил в России, говорит, что жесткого контроля, цензура со стороны церкви не было. Я думаю, что будет хуже. Оказалось, что я боюсь глазить, потому что сегодня у нас были проблемы. Но пока я могу сказать, что я удивлен, что церковь открылась. Бейнале этого года поднимает тему духовности. Художникам из более чем десяти стран предложили поразмышлять над метафизическими вопросами, в том числе, возможно ли духовность без религии. Что такое свобода? И может ли в одном зале гармонично существовать искусство религиозное и светское? Здесь это знаменитая религиозная тема, классическая тема, но лимитант. После, когда Христос воскрес, нельзя трогать, не трогайте меня, это с Библией. А я положил вот такой русский, в принципе, работе из моего друга, который попал в ГУЛАГ. И я хотел сопоставлять, вот, не трогайте меня, будто бы тоже это сопоставление. Среди участников кафедральной бейнале современного искусства есть и русские художники. Например, арт-группа «Мастерская на горе». В ее составе пять человек – православные и католики. Есть даже священнослужитель. Они работают с актуальными медиа, но провокация не их метод. Мы хотим нести мир и радость. Поэтому агрессию – это не наша стезя. Вместе они уже семь лет, работают много, выставляются часто с церковью, католической и православной, сотрудничают. Понимание хоть и возникает, но довольно сложно. К христианским сюжетам, пересказанным на языке современного искусства, относятся с опаской. Есть это уже ставшие легендарные фразы «так нельзя изображать Христа». Вот для вас есть какие-то вот эти моральные рамки «как можно, как нельзя»? Я могу себе рассказать, что я художник, в том числе художник иконописис. Я вижу разницу между литургическим искусством и искусством духовным, потому что через икону мы молимся, а картина – это воплощенная молитва. Они работают вместе. Но я не ставлю это на место именно литургического искусства. Больше всего работ на кафедральной биеннале в Мдине российского художника Гора Чехала. Он – одна из главных фигур в современном искусстве, которая работает с темой христианства. Его знаковые и новые проекты представлены и в музее, и в соборе святого Павла. Работа пирамиды снов, которая отсылает к христианскому представлению о смерти, как о временном упокоении. Сне украшают переднюю стенку одного из алтарей. На другом алтаре – мультимедийная инсталляция «Имя Бога». Художник с радостью согласился участвовать в биеннале. Говорит, это один из самых показательных примеров того, как развивается диалог церкви и современного искусства в Европе. Осторожно, сдержанно, но с абсолютным пониманием, что контакт неизбежен. Станислав Дурей, Сергей Скорейдов, Яков Куницкий. Новости культуры. Мдина. Мальта. Новости культуры.